Всем, 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 всем привет! Всем привет, ребят, всем здорова! Ну вот и я в эфире, наконец-то я не открываю какие-то там подарки, мне серьёзная тема досталась! Сегодня обзор по обновлению биржевой кризис. Но самое интересное, как вы знаете, многие, кто уже был на форуме и смотрел, всё-таки биржевой кризис не полностью информирован. Итак, мы знаем призы, но не знаем какие. Итак, насчёт Годзиллы уже все видели, да, все уже кто смотрел, все уже кто глядел, все уже поняли. Давайте мы зайдём сегодня вовнутрь. Итак, самое первое, главное и основное. Биржевой кризис. Итак, у нас Бендер из питомцев, у нас есть Годзилла из питомцев, у нас есть Рободиджи из питомцев, у нас есть позитронный ускоритель, есть клетка, у нас осталось угадать, какие будут машины. Но предположений может быть много. Так что давайте гадать не будем, посмотрим попозже, какие будут машины. Машины, кстати, выкачивать в главную очередь. Но из самого радостного и весёлого могу сказать одно, что я сейчас, пока нет доктора, быстро выкачал Бендера. В общем, потратил я на всё, про всё примерно где-то 100 рубинов, и выкачал один уровень Бендера. Слава богу, больше качать пока не надо. Он нужен всего лишь 19-й на максимальную его радость. Это снятие негативных эффектов при смерти. Лечение не так критично, если честно. Но вот снятие эффектов самое то. По подаркам у нас немножко зашквар, конечно. Итак, у нас есть питомец, который в дальнейшем, возможно, будет неплохим, потому что у него есть унижение, именно унижение противника. Не то, чтобы он именно наносит урон, а именно унижение, то есть постоянное, либо уменьшение жизни противника, либо уменьшение силы противника. В общем, давайте посмотрим, какой он будет на поле. По сути, желательно выкачать до 12-го уровня. Но я думаю, что его все не выкачают, хотя бы 7-й. Хотя бы 7-й для, так скажем, неплохого веселья. Ну, будет помогать. Будет помогать, там по ходу дела решите, нужен он вам или нет. На выкачивание в первой волне подарков. Ну, первая волна подарков выкупается в основном за вексели. Ну, то есть плюс 25 можно купить, пока есть скидка. Но если вы играете в игру «Быстрый старт», допустим, вы начали недавно играться, запомните, ценный подарок за 349 звезд является самым большим подарком, в котором находятся дзены, духи, шао. В общем, это самый большой подарок, ну, за свои деньги. Давайте так скажу. Через него очень много можно прокачать силы, ловкости, живки. Ну, если вы только начали играться. Но если вы на всю акцию хотите рассчитывать, то лучше выберите волну, которая вам подходит. Ждите чуть-чуть попозже. Появится видео, я расскажу о том, что вас ждет во всех волнах данной акции. Ну, что, давайте дальше. Колесо, ребят, в колесе фортуны у нас появился хищник и психометр. Психометр – своеобразная вещь, нужна иногда и редко, но никому не советую качать, если она у вас есть хотя бы первого или второго уровня, то есть это прекрасно. Все остальное не критично. А вот хищника, ребят, качайте. Хищника качайте, желательно уровня до 18-го. То есть он прям очень классный и со своим последним шансом и иссушением дает очень много бафов. А вот сюрприз 19-го уровня на хищнике не очень, честно скажу. Поэтому иссушение, последний шанс, инстинкт убийцы. И вообще хищник у многих, у кого не прокачан, ну, ребят, я вам сочувствую, потому что хищник является основным петом, основным петом поддержки, как же и Фрэнки. Поэтому качайте обязательно хищника. Тем более есть пока возможность выкачать его за торны. Ну, а мне тут доктор передал, что Славка, я тебя поздравляю, я тебя поздравляю с хищником. Кстати, ты не написал, с какого по какой уровень ты его прокачал. А так 400 тысяч торнов и хищник максимальный. Очень интересно знать, с какого уровня. Ладно, Славик, напиши, будет интересно. Ну, а мы продолжаем дальше. Итак, изменили клубы, ребята. Клубы изменились, и теперь питомец Кибердевочка. Те, кто играется в более высокие клубы, где есть надпись Суперприз, как вы видите, то тогда можно. Кибердевочка неплохая в отношении, особенно последний импульс 19 уровня. Все остальные, ну, ее умелки, таки, скажем, не очень. У меня Кибердевочка не прокачана, качать я ее не смогу, так как я клубы не качаю, поэтому она у меня 14-я валяется на складе. Ну, то есть ей нечего делать. Ну, вот как-то примерно так. Так, ну и при вас сейчас давайте я открою подарок праздничный, который исчезнет через 9 дней. Итак, раз, два, три. И у нас 350 торнов, 350 векселей, конфетки, щиты. Ну, неплохо. Поканает. Пойдет. Пойдет, пойдет. Хорошо. Итак, началась большая акция. Большая акция, большая акция, большие призы, очень много вкусняшек. Пожалуйста, вот теперь в эту акцию вы можете тратиться. Я начну потихоньку скручивать свои ринги, которых у меня 974. Не знаю, кто сколько накопил. Ну, и, конечно же, из самого веселого, ребят, 296 ключей, почти 300 тысяч. Ну, 300 ключей. 26 золотых, 255 зеленых. Это все, что мне нападало. Это все, что мне нападало, начиная с января месяца. Ну, вот как-то примерно так. Ну, праздничные салюты все я не считаю. Сейчас самое главное все-таки основной, это биржевой кризис. Я многих просил, если у вас есть рубины, пожалуйста, по возможности выкачайте машинки, если у вас их нет. Если вы хотите так же, как я, ну, выкачайте определенных петок. Допустим, качать рободиджи надо, потому что его барьер очень классный. Рободиджи нужен 20-го максимального, он прям супер имба. Так же, как и хищник. Так же хищник 16-го уровня является началом для основы, а 18-го вообще самым лучшим, наверное, из своей. Так что прям акция очень хорошая. Ну, а те, кто будут качать позитроник, позитроник, ребят, обходится очень дорого, поверьте мне, он у меня 8-й, я его не могу прокачать. Ну, вот не знаю, я старался, но, к сожалению, мне не выходит его нормально качнуть, если попадется качну. Ну, скорее всего, не хватит рубинов даже на один уровень. Посмотрю сначала, какие будут машинки. Ладно, всем счастливо, ребят, всем счастливо. Качайте призы, выбирайте, что именно качать. Ну и обязательно ставьте лайк, если досмотрели до этого момента. Какие красивые лапки! Я тут себе нарисовал. Ладно, пошел я. Доктору скажу, что я все сделал. Я все сделал, я молодец. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok